здравствуйте друзья и подписчики моего канала я как всегда обходя владения свои решила долить водички закрытой системы и обнаружила вот такой факт посмотрите какой толстый цветонос у моей принцессы чулабхорн то есть это девочка не собирается абсолютно успокаиваться два месяца отдохнула даже меньше на 2 месяцев и вот опять она будет цвести очень благодарна орхидея она огромная такая вот огромная большой очень куст у нее растет она в закрытой системе такой влазе вот такие вот у нее корни замечательные воздушные корни вот такая вот она прелестница она участвовала в осенней выставке в музее тимирязева у нее каскадное цветение очень большие цветы одна из моих любимых орхидей вот так вот она замечательно здесь устроилась занимает самое почетное место и она не транспортабельна то есть я ее не вытаскиваю не трогаю потому что она очень тяжелая так теперь у меня пилорик как мне подлезть к нему вот хочу показать вот который вот такой вот мутантик расцвел вот расцветает еще один цветочек это на новом цветоносе этот уже пилоричный форма то есть видимо один такой сбился с пути эти вот два цветочка на старом цветоносе цветут а вот этот вот букетик на новом цветоносе но он еще будет доращивать я знаю что он на что он способен потому что этот фаленопсис у меня давно и мы с ним очень хорошо знакомо но вот такого мне еще не было чудо-юдо ну вот продолжает моя легата цвести вот она цветет цветет они останавливаются довольно таки крупные цветы девять с половиной сантиметров такая вот красавица не очень удобно здесь лазать я боюсь что-нибудь пошибать пульсация тоже не останавливается 10 месяцев цветения 11 месяц цветет и цветет тоже очень благодарная орхидейка вот продолжает свести это все я вам показываю закрытой системы кстати хочу проанонсировать на 7 число на 7 января у меня назначена возможно парная посадка возможно закрытую систему вон у меня стоит орхидея там в углу 5 литровая ваза приготовлена и орхидея стоит в ожидании пересадки вот я сейчас буду лазать искать вторую такую орхидею пока не буду говорить что это за орхидея пусть будет небольшая интрига вот у меня будет посадка если кому интересно 7 числа смотрите и у меня раскрылась моя сказка он же фэйритейл вот такой красавец обожаю это растение в моем уходе она год я его покупала у лены алиудиновый так себя замечательно чувствует растет не по днем по часам и это его получается третье домашнее цветение то есть он цветет как по часам я сначала очень переживала и начиталась всякая информация что это очень капризное растение но она не такой капризная но не любит телодвижение то есть не любят когда его куда-то переставляют не любят когда его трогают двигают поэтому я вот так вот аккуратненько не трогая его показываю вам вот так вот извиняюсь вот так вот раскрылась орхидея бывшая реанимашка давашка как же мне подлезть сюда господи вот таким вот красивым букетом вчера я идентифицировали такая вот сейчас это сога юки дан вот я посмотрел надпись потому что у меня с названиями плохо но я не могу запомнить такое количество названий когда в орхидеи простите в коллекции такое количество орхидеи просто невозможно их всех запомнить вот такие вот огромные цветы вот смотрите они еще не полностью открылись вот такая красота так что еще показать 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 а вот расцветает камбрия вчера еще были закрыты и бутончики вот так вот красиво вот так вот красиво цветет красные губы это тоже отдавашка бывшая реанимашка и школа я так понимаю что учителям врачам профессорам и прочим не дарит в основном белые орхидеи так что те реанимашки которые у меня и школ и медицинских учреждений будут белые что ждет волна белых орхидеи но будем смотреть что там получится вот такая вот она красавишна так что у меня еще здесь интересненького есть вот этот вот цветет раскрывает цветочки красавчик каждый день у него прям раскрываются цветулечки прелесть прелесть вот мой дендрофаленоксис держит так хорошо вот старую веточку старый цветоносик тоже держит и здесь держит ты тот который был на выставке на станции юных натуралистов ты этот мой савон очка моя прелесть вот так вот симпатично я сегодня кстати еще одну детку обнаружила еще у меня одна на кухне дамочка на старом цветоносе выпустила детку так что и вот опять же по деткам да ну то есть как бы детки появляют там цветоносы появляются в таком-то случае детки появляются в таком-то случае вот у меня например абсолютно разные условия содержания в комнате большой и на кухне и в комнате намного теплее на кухне 1921 градус на подоконнике ночью опускается до 16 и там и там детки то есть непонятно я так понимаю что это и не условия содержания это прихоть фаленопсисов это я показываю детку на муколе такая вот большая детка но пока у нас корешочков не наблюдается мы пока растем и вот у нее еще и цветонос мукла дала такой вот хороший ну вот на этом наверное все я принципе за чулап хорн это видео затеяла чтобы показать вот такое радостное событие аласио вот очень хорошо держит цветочки тоже как развернуть показать еще сейчас видео вот такой вот аласио красавчик держит я все подумываю надо табличечки ставить когда они зацветают вот так для интереса общение когда сколько лет занимаюсь никогда не фиксировала это на приблизительно говорю там вся в группе по фотографиям смотрю когда выставляю фотографии там первое цветочек расцвел там цветонос срезали как-то вот таким вот образом вчера у меня деточка антура сбросила бутончик не знаю по каким причинам но вот сбросила один бутончик вот один бутончик остался и там еще продолжение так все замечательно в орхо королевстве тишина покой порядок все молодцы всем спасибо я их всех люблю на этом я буду с вами прощаться желаю вам замечательного дня замечательного продолжения праздников скоро рождество христово 5 будем мечать желаю всем позитива счастья радости добра и мира и в эти праздники творите добро помогайте нуждающимся помогайте болящим поддерживайте их хотя бы морально если люди которые в этом нуждаются и благотворительность еще никто не отменял вот на этом я с вами прощаюсь до свидания всегда ваша бокова наташа вот на этом я попробую соответственно у вас